ногой держать играть мячики не вас порт с дырками себя показали не очень всем привет вы на канале теннис здесь видео где играю с мячом на резинке собрало больше 500 лайков поэтому я снимаю для вас следующую часть сегодня у нас будет сравнение тренажер который я купил на вайлберис и самодельный кстати вы можете посмотреть как его сделать вот здесь вот сейчас будет прикрепленная ссылочка заходите посмотрите как сделать такой тренажер самому ну а сегодня мы узнаем какой продержится дольше китай бабай или же мой самодельный погнали богата sometimes i get some math there's no control of me my thoughts get so bad i'm like i might grab Вот с собой водичку взял, чтобы попить, а может не только попить. Ну, сейчас покажу вам основной тренажер, который сегодня будет у нас на тесте. Вот он. Собственно, купил на Wildberries. Вот такая вот байда. Вот так вот у нас выглядит мячик. Что здесь необходимо сделать? В первую очередь нам необходимо налить воды. Вот здесь вот откручиваем такую штукенцию и наливаем туда святой источник. Ну, обычно мы, конечно же, льем только эвен, но сегодня у нас будет святой источник. Так, вот, все. Вот теперь она полная у нас. Берем затычку. Следующая часть. Нам необходимо привязать сам тренажер. Собственно, как? Вначале его надо развязать. Ура! Итак, вот у нас, собственно, резинка. Она достаточно тоненькая. У меня чуть потолще, мне кажется, на моем тренажере. Но я думаю, что она выдержит удары. Теперь главный вопрос, насколько коротко или длинно нам надо сделать. Как я рассказывал в предыдущих видео, длина влияет на то, как вы будете, собственно, готовиться к удару. Если вы очень коротко сделаете, вам придется быстро готовиться к удару. Но зато мяч будет летать ниже и не придется бить в небо, как некоторые писали в комментариях. Типа того, что нужно бить в потолок, а это неправильно технически. Соответственно, делаете более короткую резинку, не бьете в небо. Мяч летит так, как должен лететь в игре. Немного над уровнем сетки. Сейчас, кстати, еще поближе покажем, как вообще там мячик выглядит. Вот, смотрите, какое крепление у мяча. Мне кажется еще, что вот эта база будет елозить по земле, как не в себя. Все, у нас тренажер готов. Вот она уже едет. А вот что точно неизменно, так это качество и оригинальность товаров в магазине KINASH SPORT. Большой выбор спортивной продукции как для теннисистов, так и для многих других видов спорта. Для моих подписчиков по промокоду TENNIS до конца лета скидка 15% на весь ассортимент магазина. Переходите по ссылке в описании и покупайте в проверенном месте. А в сегодняшнем тесте тренажера самодельного и тренажера с Wildberries мне помогут Максим. Помаши ручкой. Софа. Софа. Аня. Аня. И практически все по парам. Погнали. Так, наши первые, значит, тестеры данных тренажеров готовы. И сейчас они начинают играть. Ну, давайте попробуем. Это первый их вообще опыт. Оп. Аня, сразу провал. Начинай, начинаем, Максим. Оп. Все, сразу провал. Значит, суть в следующем. Мы сейчас стараемся одновременно играть. И посмотрим, какой тренажер продержится дольше. Какой первый порвется. Вот эта штука уже сразу показывает себя, что с водой она постоянно елозит, она двигается. И играть с ней невозможно. Я сразу специально не рассказывал никому вообще технику работы с этим тренажером, чтобы был экспромт. Так, ребят, поддерживаем. Поддерживаем наших участников. Давай, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Макс, к тебе приближаюсь. Шесть, семь. Я приноровился. Восемь. Девять. Десять. Десять было! Камон! Здесь прям можно посмелее херачить. Да, эту я уже... О, а здесь хотя бы можно прям вкладываться. Я уже 15-20 сделал. Ну, я просто устал чуть-чуть. Вот этот тренажер получше, поудобнее играть на нем. Это который у нас... Твой. Мой самодельный. Да, на Вайлбересине не очень удобно. Так себе. Андрей Луч. Вайлберес тоже ничего, да? Вот. Аня говорит, Вайлберес тоже ничего. Я там заказываю много чего, да? Мне и Вайлберес пойдет. Скидку сделайте, пожалуйста. Нормально, вот. Можно, в принципе, с ногой держать и... И играть. Вот, сразу первое. Тренажер, который у меня, его можно прям лупасить смело, мощно. Прям сильнее бить. Я бы даже на моем тренажере укоротил немножко бы резинку, сделал бы поменьше, чтобы можно было бить ниже. Примерно одинаковое время мы, значит, поиграли. Правда, на этом били даже меньше, потому что он улетает очень часто. Мяч уже... Ну, он и, в принципе, был ужасного качества. У нас мячик живет пока. Хоть и с дырками. Попробуйте посильнее побить. Мячики Неваспорт с дырками себя показали не очень. Вот так вот происходит с ними. Смотри, Максим. Охренеть. Видишь, как? Все, и они прыгать перестают вообще. А вот этот мяч, который больше не производится, Шайн, держится уже минут 20, наверное. И не порвался. Но он пожестче чуть-чуть. Вот этот мячик, он слегка пожестче по отдаче в руку. Произведена замена. Мяч Нева не выдержал долго, который был привязан к моему тренажеру. Сейчас пробуем Шайн, который достаточно давно уже не выпускается. Но, тем не менее, на мой взгляд, держит дольше. Вот. Здесь мяч пока жив, но его и слабее играют. Вот Анька там из стороны в сторону играет. Соф, ну что скажешь, как на этом тренажере? Здесь получше. Поудобнее, да? Поудобнее. Там нет такого, что мяч зависает в какой-то точке. На тренажере Сайлберис он после того, как поднимается, сразу назад идет. Мне кажется, что это связано с резинкой, Сонь. Мне кажется, что вот резинка, она у меня более мягкая. И прям, Соф, вкладывайся, прям бей, нормально. Опа! По дизайну, конечно, тренажеры сильно отличаются. Тренажер с Вайлберис более такой яркий, летний. У меня более строгий дизайн, бизнес-вариант. Значит, вот можно посмотреть еще раз поближе. Вот, яркая летняя атмосфера и бизнес-идея. Но единственное, я его подпираю в Вайлберис. Летнюю атмосферу подпираю бизнесом, потому что иначе все елозит. Так, ну как успейся, Анна? Получается. Получается уже? Во! Скоро буду продавать. Если что, тысячи рублей через меня по скидочке. Вот что произошло. Я боюсь, что сейчас еще несколько ударов идут. До свидания. Он уже тут на этих, на честном слове. Но пока держится. Ладно, поможет. Коллеги, я не могу. Все, давай. Тренажер победил. В общем, тренажеры оказались вот такие. Мяч колупасили со всей силы. Даже тот, который купил на Вайлберис, все равно оказался живучим. Он, конечно, там оторвался, порвался, распушился. Но, тем не менее, до последнего сейчас держался. Если бить по ним не очень сильно, то мяч продержится, я думаю, одну-две тренировки точно. А то и, может быть, даже больше. Во-первых, по физике. Реально, короче, физически затратно. Все побегали, все устали. У меня тренажер, он чуть-чуть помягче из-за резинки. Там она такая более тянущаяся. Поэтому было проще подстраиваться к мячу. Тот, который с Вайлберис, у него резинка жестче. И мячик возвращался более непредсказуемо. Как-то останавливался. Короче, летел странно. Поэтому, на самом деле, все зависит от вот этой резинки, которая приматывается. Плюс базу, вот эту пластиковую, бесполезно брать. Она катается, она елозит. И что еще можно сказать? Ну, мячики берите с собой просто запасные кучи. В любом случае, идете на тренировку, возьмите с собой, прокалите вот этих мячиков, штуки 2-3. Какой у вас дольше продержится, посмотрите. У нас сегодня выиграл мячик Shine и NoName Светлберис. Они продержались дольше всех, не продрявились. Пока до сих пор все еще живы. Хотя играли много, били по ним мощно. Ну, где-то мы час играли в общей сложности, наверное. Там с небольшими перерывами, но час играли. Всем пока. Ставьте мячики вверх. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok